Всем привет! Это вторая часть видео, в котором я вяжу вот такую шапочку И в этом видео мы с вами довяжем шапочку полностью А в следующем видео я вас научу вязать бабочку Итак, давайте начнем вязать Для начала нам нужно перевести крючок вот в эту петельку Посмотрите Для этого делаем одну воздушную петельку И под цепочкой вяжем полустолбик Все Теперь мы можем начинать вязать ряд 3 воздушные петли Еще 2 воздушные петли добавочных 1 2 И вяжем 1 рельефный столбик За переднюю стенку Так Далее Вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 4 2 воздушные петли 1 2 И 1 рельефный столбик Теперь мы будем повторять данный элемент 4 столбик 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 Далее 2 воздушные петли 1 2 и 1 рельефный столбик Лицевой рельефный столбик И снова накид Под цепочкой из воздушных петель вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушные петли 2 воздушные петли 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 2 3 4 4 Я думаю тут ничего сложного нету И вы сможете довязать этот ряд до конца самостоятельно Итак, ряд у меня довязан И в начале у нас 1 столбик связан Который мы сделали из 3 воздушных петель Остается нам еще 3 столбика с одним накидом Мы довязываем эти 3 столбика 1 2 3 И соединяем Сверху отсчитайте 3 петли 1 2 3 И вот соединяем именно с 3 воздушной петелькой Чтобы не было у нас такой большой вот дырочки Видите? Я сейчас вас научу, как делать перевод крючка А сделать нужно его в следующую петельку после рельефного столбика Вот она эта петелька И к ней мы сейчас будем стремиться Делаем одну воздушную петельку Далее под цепочкой делаем полустолбик И теперь в ту петельку, которая нам нужна А именно сразу после рельефного столбика В нее вяжем полустолбик Итак, 3 воздушные петли Плюс 2 добавочные воздушные петли 1 рельефный столбик И в этом ряду мы вяжем после рельефного столбика сразу одну воздушную петельку Это и есть все отличие нашего ряда А далее все то же самое 4 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 воздушные петли Рельефный столбик Все то же самое, как мы и вязали в предыдущем ряду Вот они, наши 2 воздушные петли связаны Рельефный столбик И после него сразу вяжем одну воздушную петельку Накид Снова вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 4 Далее 2 воздушные петли 1 2 Рельефный столбик За переднюю стенку И одну воздушную петельку Продолжаем вязать 4 столбика с одним накидом 1 2 1 3 4 2 2 2 Воздушные петли Рельефный столбик 1 воздушная петелька 1 воздушная петелька И можно вязать далее Давайте довяжем ряд до конца самостоятельно Итак, ряд я довязала и нам нужно его закончить Нам не хватает 3 столбика с одним накидом, которые мы сейчас с вами довяжем 1 2 3 1 Все, 3 столбика мы связали Снова отчитываем 1, 2, 3 И с третьей петелькой мы соединяем Итак, приступаем к новому ряду Снова нам нужно перевести наш крючок Для этого делаем одну воздушную петлю Полустолбик под цепочкой И теперь сразу в первую воздушную петельку вяжем полустолбик Все, крючок мы перевели Теперь делаем 3 воздушные петли подъема Добавочных 2 воздушные петли Далее 1 рельефный столбик И 1 воздушная петля Все то же самое, что мы делали в прошлом ряду Но в этом ряду мы сделаем 5 столбиков с одним накидом под цепочкой из воздушных петель Итак, 5 столбиков с одним накидом 1, 2, 3, 4, 5 Далее вяжем 2 воздушные петельки 1 рельефный столбик и 1 воздушную петлю Как вы видите, все ряды между собой немножко похожи Вот у нас 1 воздушная петелька И снова вяжем 5 столбиков с одним накидом 1, 2, 3, 4, и вот 5 Снова делаем 2 воздушные петли 1, 2, 1 рельефный столбик за переднюю стенку 1 воздушная петля И продолжаем вязать Снова 5 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли 1 столбик 1 рельефный столбик 1 воздушная петля 5 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли 2 воздушные петли 1 рельефный столбик 1 воздушная петля 1 воздушная петля Ну а сейчас нам нужно замерить наше донышко В данном случае у меня получается диаметр равный 13 см Для моей шапочки это достаточно Давайте вернемся к нашей таблице Посмотрите, здесь у нас возраст, высота шапки и диаметр донышка Я вяжу на ровно 18 месяцев И взяла среднее значение Это 13 см диаметр донышка И высоту шапки я буду делать 17 см В данном случае мне достаточно мой диаметр И мне не нужно больше прибавлять Если вам нужно еще сделать донышко больше Я вам сейчас покажу Что же мы будем делать 5 столбиков с одним накидом мы оставим И будем вязать вместо 2 воздушных петель просто 3 А именно Следующий ряд мы вяжем так 5 столбиков с одним накидом 3 воздушные петли 1 рельефный столбик и 1 воздушная петля Снова 5 столбиков с одним накидом 3 воздушные петли 1 рельефный столбик 1 воздушная петля 5 столбиков 3 воздушные петли 1 рельефный 1 воздушная петля далее мы снова замеряем диаметр и если нам снова не хватает вяжем еще 1 ряд с прибавлением 5 столбиков оставляем 3 воздушные петли оставляем 1 столбик но теперь вяжем 2 воздушные петли после рельефного столбика то есть 5 столбиков с одним накидом 3 воздушные петли 1 рельефный столбик и 2 воздушные петли 5 столбиков 3 воздушные петли 1 рельефный столбик 2 воздушные петли вот такие ряды прибавления нас ожидают далее как только мы добьемся нужного диаметра все последующие ряды мы должны вязать без прибавлений то есть нам нужно вязать все последующие ряды точно так же как и последний в котором мы получили нужный диаметр донышка и сколько же нам нужно вязать таких рядов а ровно столько чтобы получила значение высота шапки но учитывайте что мы еще делаем кайму и так вот моя шапочка посмотрите я сделала нужное количество рядов без прибавлений и таким образом шапочка закругляется теперь нам нужно замерить высоту шапочки как я уже сказала у меня это ровно 17 сантиметров итак надо ее расправить замеряем вот 17 сантиметров но когда вы вяжете конечно учитывайте что снизу мы еще обвязываем нашу шапочку и это примерно полтора сантиметра на это должно у вас остаться то есть мы должны от табличного значения высоты шапочки отнять полтора сантиметра которая нам пригодится для обвязывания шапочки для нашей каймы ну а теперь хочется именно рассказать как же обвязывать снизу нашу шапочку обвязываю я столбиками без накида за обе стенки всего у меня 5 рядов таких обвязываний но самый важный у нас ряд это первый самый первый ряд обвязывания вот надо его именно правильно обвязать если мы будем в каждую петельку обвязывать столбиками без накида то у нас получится очень широкий край поэтому сейчас я вам покажу некоторые хитрости как же нужно обвязать правильно я взяла недовязанный еще образец у вас это будет готовая шапочка и теперь нам нужно перевести крючок под цепочку из воздушных петелек вяжем одну воздушную петельку подъема и теперь вяжем ровно столько столбиков без накида сколько у вас воздушных петель минус 1 то есть если у вас 3 воздушные петли то вяжем 2 столбика без накида далее вяжем 1 столбик в том месте где у нас рельефный столбик то же самое далее вяжем здесь у меня 1 воздушная петелька видите? значит я ее пропускаю если у вас 2 воздушные петельки то вяжите там 1 столбик без накида далее переходим к нашим столбикам первый крайний столбик мы также пропускаем вяжем со второго столбика в каждую петельку по одному столбику без накида за обе стенки и не забывайте, что последний столбик мы также не довязываем снова переходим к нашим воздушным петелькам и вяжем ровно на 1 столбик без накида меньше в данном случае у меня это всего 1 столбик чтобы вам не запутаться еще раз объясняю в тех местах где у нас воздушные петли мы вяжем столбики без накида под цепочкой из воздушных петель и вяжем на 1 столбик меньше, чем у нас количество воздушных петель то есть если у вас 3 воздушные петли то вяжем одну и это вяжем везде а в тех местах где у нас рельефные столбики мы ничего не пропускаем и в том месте где рельефный столбик мы вяжем 1 столбик без накида далее в тех местах где у нас столбики с одним накидом в каждую петельку мы вяжем по одному столбику без накида при этом мы не вяжем в первый и в последний столбик то есть сразу начинаем вязать со второго столбика с одним накидом и один столбик также мы не довязываем если вы это все учтете все правильно свяжете то у вас получится очень красивая кайма рисунок у нас не нарушится в данной шапочке и все будет смотреться замечательно вот такой вот первый ряд я надеюсь я понятно объяснила и у вас все получится ну а теперь я вам покажу как вязать все последующие ряды а вязать их очень просто мы просто делаем одну воздушную петлю в начале ряда подъема и вяжем в каждую петельку за обе стенки по столбику без накида тут уже не надо ничего рассчитывать высчитывать просто в каждую петельку мы вяжем по одному столбику без накида вяжем как я уже сказал за обе стенки таким образом в каждом последующем ряду наш край у шапочки будет немножко выравниваться вот первый ряд когда мы свяжем он такой кривой немножко неровный скажем так на это вы не обращайте внимание когда вы свяжете второй ряд край немножко выровняется станет более ровным а когда мы свяжем уже последующие ряды вот такой вот красивый ровный край у нас в итоге получается как я уже сказала у меня всего пять рядов вы свяжите столько сколько вам нужно количество рядов может отличаться так как ниточки из которых мы вяжем с вами тоже могут отличаться но на этом все я надеюсь что у вас получилась шапочка я буду рада вашим комментариям под видео не забывайте подписываться на канал если вы еще не подписаны и в описании к данному видео вы найдете ссылки на группы вконтакте и одноклассниках в которых я вас также буду рада видеть ну а в следующем видео мы с вами свяжем бабочку к данной шапочке и наша шапочка будет полностью уже готова спасибо что вяжете вместе со мной увидимся с вами в новом видео пока пока пока